приветствую вас всех на моем канале петельки из амстердама все вязание для начинающих и опытных рукодельниц сегодня я хочу вам представить на ваш сон мой законченный уже свитер вот я его довязала последней части видео мы будем с вами вязать вот эту планочкой покажу как она вяжется значит здесь я сделал три петельки на трех пуговицах на меня и привязана способом петлевочки да сегодня я могу вам сказать сколько у меня ушло не так на этот свет у меня ушло 700 грамм вот этой шерсти на не за чисто шерстом 65 процентов шерсти и 35 акрила использовалась спицы номер 5 а для резинок спицы номер 4 сейчас мы с вами будем вязать я вам покажу как я вязала вот эти вот планочки как я привязывала и вы сможете тоже закончить ваше изделие так начнем мы проделали с вами большую работу при вязании этого свитера и остался последний этап это вот оформление горловины застежки на пуговицы я связала самостоятельно вот эту планочку с петлями для пуговиц вот посмотрите значит здесь будет у меня я сделала три петельки как вязать петли я оставлю вам ссылку на видео у меня есть на канале как вязать петли на резиночке 2 на 2 и вместе с вами мы сейчас свяжем вторую часть планочка вот ведь вот здесь она еще у меня 2 2 штучки мне еще нет и так что я делала значит я померила размер моей планочки как она мне получилось и она у меня получилось 26 сантиметров я не знаю как у вас у меня получилось 26 я умножила 26 сантиметров на плотность моего вязания 2 кома 3 у меня получилось что здесь я должна набрать 60 петель количество петель должно делиться на 4 потому что я держу резиночкой смотрите 2 на 2 и я хочу чтобы здесь вот здесь у меня заканчивалась кромочная петля и 2 лицевых и так у меня здесь заканчивается вот сверху тоже кромочная и 2 лицевых поэтому значит количество петель должно быть кратно 4 и 60 петель как раз мне подходит как я набираю эти 60 петель я для себя для чтобы мне было удобно вот этот участок который на котором мне надо набрать петли вот посмотрите вот этот участок очень видно я пытаюсь у не снять вечером вот этот участок от начала одна булавочка и в конце у меня стоит 2 булавочка значит эти 26 сантиметров я разделила на 6 участков так как 60 петель разделить на 6 как раз будет по 10 петель и счет в каждом участке я должна набрать 10 петель вот смотрите вот этот первый участок я здесь наберу 10 петель второе часто 10 петель и так дальше не должно получиться 60 петель чем значит отличается вот этот набор путь петель здесь надо делать набор петель ложной кетлевкой да ну что будет лучше ложная кетлевка значит набор петель должен получиться здесь 10 и с другой стороны у меня тоже должно быть 10 потом я как бы вместе их соединить как я это делаю для этого мне необходим крючок спицы так как резинку я вяжу на размер 4 миллиметра а то есть кетлевка вяжут 4 миллиметра спицах а резинка перейду на четыре с половиной значит мне нужны спицы 4 миллиметра что я делаю значит на первую спицу я набираю обыкновенную петельку вот видите просто я как и делается она делается очень легко вы все наверно знаете вот значит просто так вот сюда я набрала одну петельку вот у меня одна петля которая один на спицу вот это одна спица у меня будет здесь вторая спица у меня будет здесь значит я должна набрать набирать параллельно 60 петель с одной из с лицевой стороны и с изнаночной стороны лишь с изнаночной стороны вот у меня одна петля уже набрано теперь я беру крючок вот у меня крючок и вначале где у меня начинается планочка вот здесь у меня где иголочка и эту иголочку помогу же убрать и значит вот здесь я начну вводить одну петлю вот я ввела крючком 1 петля вот у меня одна петля на одной спице это на изнаночной стороне и 2 петля у меня на 2 спицы дальше мы продолжаем я вот до этой булавочки должна набрать 10 петель одно я уже набрала так 1 уже набрала продолжаем значит я где-то примерно вот здесь беру еще ввожу крючок но сначала я должна на эту пиццу как спицу на которые с изнанки набираю петли я делаю просто накид видео там у меня уже две петли и теперь я крючком вытаскиваю на изнаночную сторону то есть на лицевую сторону еще одну петлю и одеваю ее на спицу вот ведь у меня уже две петли там и две петли здесь так следующее я опять на изнанке делаю накид на спице здесь на лицевой стороне я опять ввожу крючок захватываю эту ниточку и одеваю петлю на спицу ведь у меня уже по три петли с каждой стороны теперь дальше здесь опять делаю накид так ведь накид мне получилось 4 4 петля и здесь также ввожу крючок захватываю петельку и вытягиваю и одеваю ее у нас спицу так и смотрю у меня получилось 4 петли там 4 петли здесь до булавочки даже набрать еще шесть петель еще дело здесь накид это 5 петля крючком ввожу на лицевую сторону еще одну петлю и одеваю ее на спицу так это 5 5 делаю накид шестую петлю шестую петлю надеваю на спицу так 6 там и 6 там опять накид это 7 петля ввожу здесь вытягиваю на эту сторону на лицевую так это 7 петлю так 7 там 7 там опять накид на одну петель на одну спицу только накид ввожу крючок одеваю на спицу это у меня получается 8 петлю ведь 3 3 8 5 накид 9 петля так 9 петля и 5 накид и вот мы дошли до моей булавочки и вытаскиваю их провожу 10 петлю 10 и вот проверяем нет получается здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и вот так вы должны дойти до конца ряда вот ориентировать эти булавочки 1 булавочка 2 3 4 и 5 значит еще осталось у нас пять участков и в каждом участке мы должны набрать по 10 петель когда мы придем концу планочки мои вот воротник то есть воротника сколько на банку вязать у нас на каждой списке должно быть по 60 петель 60 здесь и 60 там самостоятельно продолжайте и встретимся когда у нас будет по 60 петель но я набрала у меня вот здесь получилось я проверила 60 петель с этой стороны на одной спице и 60 петель у меня получилось вот видите с другой стороны теперь что я делаю я значит переворачиваю мой свитер на их планку и буду сначала вязать первый ряд с изнанки ведет мне вот это мое лицо это моя изнанка чтобы это провязать значит должна вот эту спицу которая у меня на лице я ее полностью вытаскиваю леску а вот эту спицу я буду причем нитка вот нитка которым мы вяжем она должна находиться как-то внутри да потому что вот здесь у нас вот на в этом месте переход с одной стороны другого нас будет бесшовные то есть обратить внимание вот здесь ведь как красиво получилось ничего не видно на как бы бесшовно и так мы значит первый ряд мы начинаем вязать у нас здесь 60 петель и мы их вяжем просто лицевыми петлями вот мы начинаем вязать и вот я вижу так петельками висят как бы вот ведь за задняя стенка здесь я просто вижу за заднюю стенку забудут красиво лежать и вот просто лицевыми петлями я вяжу с этот первый ряд у меня 60 петель я надеюсь вы тоже проверили очень важно чтобы было количество петель совпадало с лицевой стороны из изнаночной вот я сейчас изнаночной стороны вижу первый ряд просто лицевыми петлями вы вяжете тоже и в конце этого ряда мы с вами встретим вот я довязала ряд до конца всего лицевыми петельками это у меня получилось изнанки датка будет это внутри изделия теперь что мы делаем мы значит разворачиваем наш свитер теперь эти петельки изнаночные и теперь отсюда я вижу уже изнаночными петельками без никаких кромочных просто изнаночными я вижу изнаночными весь наш ряд получится я должна связать изнаночными 60 петель вот до начала планки потом также и поворачиваюсь и вяжу 60 петель уже тоже изнаночными до конца мне получится будет я посвяжу вот сейчас эту планочку по кругу давайте я довяжу до конца планки вот досюда 60 петель и вами встретимся покажу как мы продолжим дальше ничего вяжите тоже сейчас 60 петель изнаночными петлями да вот я довязала отряд до конца весь вот здесь у меня начала воротника моего и получается что-то с изнанки здесь мы связали сами же два ряда мы один ряд провязали туда и один ряд провязали обратно теперь мы просто разворачиваемся также разворачиваем наше вязание и теперь мы вяжем вот этот набранные петли которые у нас с лиц с лицевой стороны ведь они еще мне как бы на леске мы еще их ни разу не не вязали значит здесь я подтяну подтягивать это моя спицу ввожу их все петельки эту спицу наоборот я вытаскиваю там где мы уже вязали и продолжаю вязать изнаночными петлями здесь никаких кромочных мы ничего не дели просто изнаночные до конца у нас как бы продолжением это ряда поэтому нас получится здесь никаких швов не видно и просто так же продолжаю вот эти 60 петель вязать изнаночными вы вяжете тоже и с вами встретимся когда мы провяжем изнаночными вот эти 60 петель до того места где у нас должна начинаться планка да давайте я довязала этот ряд до конца у нас получилось что с лицевой стороны планки видите у нас только один ряд провязан а с изнаночной стороны планки я уже провязала два ряда видно сейчас мы с вами развернем вязание развернем вязание и теперь вот эту планочку уже с лицевой стороны мы провяжем все петельки лицевыми до середины и у нас получится уже по два ряда там и два ряда там давайте вяжите самостоятельно до начала воротника значит еще 60 петель лицевыми петлями я доказал довязала до конца ряда ведь как красиво получается сложная кетлевочка да значит он дальше делаем и разворачиваем опять наше вязание и теперь вот с этой стороны уже как бы вяжем от начала воротника мы будем вязать вниз вот здесь у нас начинается планка вот видите здесь и начинается отсюда мы должны вязать вниз можно связали по два ряда там с одной стороны и по два ряда с другой стороны теперь нам надо вот эту нашу ложную петлевку соединить вместе что я делаю ведь и я соединяю спицы вот они у меня вместе и теперь попарно надо связать петлю так как мы резинку вяжем уже на спицах не 4 миллиметра а четыре с половиной я беру вот у меня другая пара спец и что я делаю значит вот первую петельку вот с этой стороны где у меня из нас изнаночной стороны вот эту петельку я переношу на вот эту спицу и вот эти две вместе у нас они получаются как кромочная вот эти две вместе их провязываю я провяжу сначала первый ряд изнаночной изнаночной петли в первый раз потом она у меня будет уже как кромочная так теперь дальше значит беру опять следующие петельку с этой спицы переношу ее сюда и теперь я начну сразу вязать резинку 2 на 2 так как у меня вот эта лицевая сторона здесь это мне лицевая сторона и сверху меня начинается резинка 2 2 лицевых 2 изнаночных значит если оттуда будет 2 лицевых значит отсюда она я должна их провязать как изнаночные значит я беру провязываю вот эти две петельки вместе изнаночной петли так следующие я снимаю опять следующие петельку переношу на эту спицу и опять их провязывая вместе изнаночной петли это мы начали вязать с вами резинку 2 на 2 вот эта сторона они получаются кромочная 1 2 лицевых так теперь следующая пара на 5 берем одну петельку мы и переносим сюда и теперь мы вяжем две петли два раза лицевыми одна пара лицевыми и перина переношу и вторая пара я вижу лицевыми вот ведь у меня уже получается здесь как бы вырисовывается немножко вот видно кромочная 2 изнаночных 2 лицевых а с лицевой стороны они будут смотреться кромочные 2 лицевых 2 изнаночные и вот так вот попарно я должна связать вот этот весь кусочек да вот все попарно и последние две петли вместе они у меня провязывается как кромочная и мы тогда полностью вам перейдем на резинку 2 на 2 давайте делайте самостоятельно аккуратно никуда не спеша вот соединяем эти петельки я еще раз вам покажу здесь у нас мы закончим мы связали 2 лицевых теперь я переношу одну петельку ближней спицы на дальнюю и эту пару вместе две петли провязываю изнаночные так следующие опять я переношу петельку сюда и опять эту пару местные петельки провязываю изнаночные следующий пара у нас должна быть лицевыми значит я переношу петельку и 2 петли вместе провязываю лицевые следующие опять я переношу и 2 вместе провязываю лицевые так вяжите дальше до конца ряда не забудьте последние две петли которые вы соедините вы провязать их как кромочную и в конце ряда мы с вами встретимся я подошла к концу ряда мне осталось ведь и под 3 петельки 3 там и 3 там ночь я снимаю еще раз показываю сняла и провязываю мне надо 2 изнаночные 1 5 2 снимаю опять 2 изнаночные 2 изнаночные вместе и последнюю петельку я снимаю переношу на эту спицу и провязываю 2 вместе уже как кромочная это изнаночная она как бы вот немножко бабушкиным способом вот я закончила эту пару спиц можно брать где провязала всю эту планочку надеюсь у вас получилось все тоже самое те что мы делаем мы опять разворачиваем все наше вязание и теперь с лицевой стороны смотрите как это будет смотреться с лицевой стороны ведь как она все красиво у нас это планочка с лицевой стороны и теперь мы должны вязать на высоту наши необходимые резинки на высоту наши резинки вот так как я с этой стороны я уже связала ведь и чтобы вот здесь где мы оставляли прорезь для нашей планочки в процессе вязки да вот у нас вот должна вот эта планочка на мне хорошо по размеру и теперь мы должны эту же связать тоже вот такого же размера до вяжем резиночкой и последний ряд мы закрываем тем способом как мы закрывали вот вниз у нас вниз резинки и на рукавах и вот здесь я тоже также закрыла кто забыл как закрывается у меня на канале есть видео о том как закрыть резинку 2 на 2 спицами и что мы продолжим серы просто берем этими круговыми спицами вот мы начинаем наш новый ряд и здесь мы просто вяжем резинкой 2 2 на 2 до здесь уже мы делаем кромочную вот одна кромочная мы снимаем и просто резинкой 2 на 2 так как у нас все хорошо здесь получилось по рисуночку и лицевых 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные мы вяжем нашу планочку на высоту которая нам необходима и потом мы закрываем петли также спицы после того как вы эту планку до вяжете вы самостоятельно свяжите вторую планку до 10 что здесь мы начинали как бы с середины изделия шлема горловине набирали петли то есть все по лицевой стороны здесь мы будем делать наоборот мы будем начинать от горловины к середине изделия тоже съезд с лицевой стороны и потом посчитайте сколько вам петелек надо какие на каком расстоянии вы хотите делать петли в этой планочки на этой планке не забудьте сделать петли единственное что петли надо делать не строго посередине да вот видите а чуть чуть ближе вот петлевки да ведь у меня видно что она не совсем посередине здесь чуть чуть шире чем здесь но буквально может два три миллиметра потому что когда пуговицу вы будете просовывать сюда и потом она будет найти в натяжку чтобы не перекашивать да вот поэтому петельки чуть чуть ближе кетлевки надеюсь у вас все получится вяжите пожалуйста и низом не забрасываясь этой стиле и я тоже все это движу и мы увидим что у нас в конце получилось ну вот я довязала вторую планочку свою вот смотрите вот это нижняя планка то это верхняя которая с петельками для пуговиц здесь я подготовил у меня такие пуговички но сначала значит что я буду делать я надеюсь вас тоже все получилось сначала я вот эту нижнюю планочку вот здесь вот где у нас был вырез на планку да вот просто встык просто и 10 аккуратненько пришью до чтобы здесь не было видно а потом верхнюю планку уже здесь будет у нас все сши тогда и верхнюю планку вот здесь где у нас вот это было кромочная петля вот между кромочная и двумя из на лицевыми вот здесь вот их ее просто пришью аккуратненько да так здесь видно не будет она будет здесь пришита хорошо уголочек прихватить вот и как бы все будет хорошо потом естественно вы заправьте все кончики да по всему свитеру надо все заправить пришьете пуговички постирайте его я всегда стираю в машине на режиме шерсти да потом аккуратно разложите дадите ему высохнуть и наше изделие будет готово я надеюсь что вам все понравилось у вас тоже получился красивый свитер мой заказчик очень доволен пока предварительно думаю когда все закончу будет уже все хорошо итак если вам все понравилось и было все понятно хотите дальше со мной вязать пожалуйста подписывайтесь на клана пока пока